плохо здравствуйте дамы и господа на трансляция сегодня мы начинаем говорить о коллекциях для чего заведем себе небольшой тестовый файл что collections ну окей опечатался бывает а еще тут есть окей так подождите все еще есть хорошо начнем коллекцию изучение коллекции самого банального примера это список на массиве называется он array list и все основном то что я буду сегодня рассказывать находится в пакете java утил и вот чтобы писать каждый раз импорт я напишу им про java util звездочка array list это параметризованный класс мы видим что у него есть параметр типа и вполне ожидаемо это тип элементов которые он хранит заведем себе пары лист строчек вот мы его можем создать стрин да вот теперь ну вообще говоря и можно пользоваться прямо так то чтобы это очень полезно вот можно создать пустой и вывести давайте конечно посмотрим что в целом он выводится и выводится в чуть более приличном виде как мы увидим чем массива что тоже приятно но очевидно хочется переменные и вот на первый взгляд стоит честно написать что у нас есть а рей стринг а рэй лист стрингов strings равняется new array list стрингов но это не очень хорошая идея потому что а рэй лист это далеко не единственный список который бывает и поэтому объявлять переменные конкретно его типа если это совершенно не не является совершенно необходимым бесполезно это значит что вы не сможете поставить какую-то допустим более эффективную либо более подходящую в вашей цели реализацию вот поэтому здесь я буду использовать интерфейс списка в целом интерфейс это просто набор методов определенных которые должны реализовывать все классы которые реализуют этот интерфейс соответственно array list реализует интерфейс списка вполне ожидаемо вот это можно у него увидеть в документации что вот он реализует интерфейс serializable clonable iterable collection лист и random access вот из них нас сейчас интересует интерфейс списка и можно посмотреть что в свою очередь интерфейс списка вот реализуется кучей различных вариантов то есть array list далеко не единственная реализация этого интерфейса вот и для того чтобы писать гибкий код лучше использовать назвал в коде именно название интерфейсов так что можно делать со списком у него можно что-нибудь добавить а да да вот можем добавить в него еще пору соображений так стоп не говорят стринга с конечно же вот вполне получили что у нас есть список из hello и world напоминаю что вот массивы не вводят свое содержимое там нужно оборачивать в рейс ту стринга а списки на самом деле все стандартные коллекции в джайве в той либо иной форме реализуют методу стринга который вводит какие-то вполне разумные значения но это все еще не повод использовать их для чего-то кроме как отладки ок что еще мы хотим на элементы в джавских списках нумерованные первый элемент имеет индекс но совершенно верно вот мы можем вывести с из соответственно system out print он стринг и метод который поверет элемент по индексу называется get соответственно get от 1 что вернет world ок дальше у нас есть можно узнать размер размер называется size напоминает что у массива у нас был link и это было поле а здесь это сайт и это метод после него идут круглые скобочки соответственно что я здесь ожидаю получить я здесь ожидаю получить 2 я все-таки добавил две строки окей далее у большинства коллекции коим относится рейлист есть копирующий конструктор то есть я могу создать новый рейлист строк из уже существующего он будет совершенно независимый но содержать те же самые элементы то есть сколько и давайте сделаем честно если здесь скажу что стрингс 2 стрингс 2 new array есть мы создали копию теперь мы можем их менять независимо то есть стрингс от сюда в стрингс 2 мы добавим секунд и выведем соответственно стрингс 1 что ожидаем в выводе стрингс 1 hello world first и во втором случае hello world second давайте проверим друг я говорю какую-то ерунду но нет все работает вполне ожидаемым образом хорошо если мы умеем добавлять элементы то наверное мы умеем еще что делать удалять элементы метод удаляющие элементы называется remove и мы можем сказать стрингс соответственно remove world и что мы тогда ожидаем вот здесь получить hello first звучит разумно что будет если мы перед этим сделаем стрингс а да да еще раз вот тут вопрос сразу же перестает быть совершенно очевидным ну давайте посмотрим вот что нет он удалил посмотреть нас было ворлд два раза и он удалил первое вхождение собственно это поведение которое прописано в документации к интерфейсу списка то есть он всегда удаляет первое вхождение ок а что будет если мы здесь вызовем remove еще раз второе вхождение а если вызовем remove еще раз нет не ошибка он ничего не сделает вот на самом деле метод remove так же как все остальные изменяемые методы у стандартных коллекций возвращает удалось им сделать операцию или нет вот мы здесь можем написать ну вот system outprintln вот здесь и вот давайте собственно скопируем еще два раза и посмотрим на результат вот мы получили true true то есть два ворлда удалилась и false больше нас ворлд не входит поэтому он не был удален на самом деле метод тоже возвращает вам true или false но конкретно для списков он всегда что вернет да он вернет true ну либо у вас кончится память и все вылезет по исключению вот обычные списки не подразумевают что в них по какой-то причине нельзя добавить элемент мы сегодня еще познакомимся с коллекциями которые не всегда можно элементы добавить о второй вариант метода remove мы можем удалить что-нибудь по индексу так давайте мы здесь напишем систем вот так strings remove от единички что мы ожидаем увидеть напоминаю что у нас в начале здесь ой так control o у нас будет работать у нас hello world first world мы сделали ремуф от единички да вот у нас будет hello first world если мы сделаем ремуф от единички еще раз будет соответственно hello world давайте проверим вот тоже работает вполне ожидаемым образом окей дальше понятно хочется спросить что будет если мы здесь укажем неверный индекс давайте проверим нет будет не false будет извините индекс out of bounds exception вот потому что смотрите в каком-то смысле быстро проверить существует ли элемент в списке нельзя а можно ли быстро проверить существует ли индекс в списке как да просто сравнить его с сайзом вот поэтому обращаться по несуществующим индексам нельзя вы получаете индекс out of bounds exception а вот remove от того чего там нет вызвать можно это нормально опять же это разумеется написано в документации ок и того мы умеем добавлять в конец умеем удалять из произвольного места что еще из общего соображения мы хотим уметь добавлять в произвольное место вот действительно у нас есть у add аргумент я могу сказать что я хочу добавить сюда по нулевому индексу и что я получу да я сначала получу world а потом hello то есть если без указания индекса мы добавляем в конец то при указании индекса мы добавляем ну вот в тот индекс который указан вопрос а каково корректное значение индекса который можно указать в от нуля до числа от нуля до числа чего включительно или нет включительно включительно да на самом деле включительно потому что как раз если мы добавим элемент в конец то у него получится индекс как раз старая длина поэтому здесь на единичку у нас возможен диапазон шире чем допустим у метода римов окей так еще да а за сколько работает добавление в произвольное место ну у орель и стаза добавление в произвольное место работает за сдвиг всех элементов в властях ну это зависит от того в какое конкретное место вы его добавляете по понятным причинам то есть добавлять в начало всегда дорого если вы добавляете в конец то будет соответственно дешево асимптотика операции обычно прописывается в документации или выискать надо асимптотика скажем так обычно есть для конкретных реализаций есть либо прямо в документации написано либо по ссылке в которой ну там пишут что это реализация структуры данных из такой-то статьи вам интересно вот вы туда идете и читаете в интерфейсах скорости реализации почти никогда не пишут ну вот например известно что size должен работать за от единички это прописано для обычных операций нет еще вопрос второй вопрос можно ли все ли объекты которые поддерживают какие-то интерфейсы могут создаваться от своих интерфейсов от объектов своего интерфейса нет операции создать этот объект своего интерфейса вы можете присвоить объект переменной имеющий тип любого интерфейса которую он реализует тут вот такое правило еще вопросы да а вот если бы у нас выпуск был а рейлист энд офф когда ты ремонтировал бы а рейлист энд офф в природе не существует и что с этим делать я еще расскажу окей думаете я не знаю что всех кто этот вопрос интересует знаю конечно ок еще что мы хотим какие общие разумные операции что поиск еще сложно пока что что-нибудь изменяющие сортировка это тоже хорошо но кажется что если мы умеем удалять из произвольного места и вставлять в произвольное место то мы можем заменить в произвольном месте окей мы можем написать здесь соответственно strings strings set 0 какой-нибудь ку-ку-ку и за сколько мы будем ожидать что это будет работать за от единицы совершенно а но это все еще не повод разрешать так подождите где я прострелил себе ногу в 536 да где а вот у меня вот я просто ищу до текущего места вставки не вижу минус 1 окей да мы поменяли 0 элемент с индексом 0 он же 1 на ку-ку-ку теперь просят поиск ну собственно он есть разумеется так давайте мы что-нибудь вот это поудаляю это поудаляю основ так system out print так во-первых strings все-таки чтобы увидеть и будем искать в нем слово world strings index of world вот отличнейшим образом сейчас да отличным образом работает находит по нулевому индексу также вы можете указать место начиная с какого искать например искать с первой позиции а так нет я как всегда перепутал порядок аргументов бывает так подождите там есть index of с позицией strings что за его да я сошел с ума так сейчас давайте проверим index of а в списках нет действительно да по одной довольно специфической причине в которой я не буду сейчас углубляться окей да index of строчках есть со вторым а извините в списках нет зато у нас есть согласие index of говорится в чем разница да возвращается последняя вот вполне ожидаемым образом окей ну собственно в первом приближении это основные методы которые вам могут потребоваться и разумеется просто вы можете и стоит дочитать про прочие замечательные методы в интерфейсе вис например замечательный метод иземпти который возвращает если в списке что-нибудь вот есть на данный момент вопросы да а если мы попробуем вызвать какую-то функцию которая не поддерживается в интерфейсе но поддерживается в объекте что произойдет ничего ее нельзя вызвать на интерфейсе интерфейс это набор методов заранее фиксированный известный момент компиляции вообще говоря нет но когда проверяют на простоту по понятным причинам в основном пишут иземпти ну во первых короче во вторых понятнее ок теперь про другие реализации списков во первых можно здесь заменить ой на лист лист нельзя можно заменить на linkedin лист вот то есть с одной стороны он реализует тот же сам интерфейс в нем все работает ровно тем же способом проблема в том что в подавляющей большинстве случаев это получается гораздо медленнее linkedin лист это реализация списка которая основана на двух связанном списке элементов который хранится внутри вот то есть арей лист если там компактный массив объектов тут каждый элемент это отдельный объект что стоит гораздо дороже вот более того подавляющее большинство операций на связанном списке выполняются медленнее чем соответствующие операции на арей лист например любая операция в которой вы указываете индекс за сколько будет выполняться на связанном списке на самом деле там есть супер оптимизация которая смотрит на сайт и в зависимости от того к какому из концов ближе идет сначала либо с конца но это в среднем ускоряется в два раза но по жизни не спасает не существует примерно никаких поводов использовать класс linkedin лист если вам хочется его использовать подумайте еще раз если вам все еще хочется еще раз подумайте да мы указываем тип хранимых элементов да ну с одной стороны раньше у нас в java не было параметров типов и соображение обратной совместимости все еще можно не указывать для параметризованных типов параметры это будут так называемые сырые raw types в вновь написанных программах так делать не надо все гораздо менее тривиально чем кажется на первый взгляд мы у нас еще будет занятия в которых мы будем учиться делать свои параметризованные методы класса и так далее и там об этом поговорим подробнее а здесь пока что мы говорим про коллекции да у нас нету способа создать копию произвольного объекта просто вот не существует есть метод колон но тоже не все обязаны его реализовывать ну что значит это равно нет 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 подождите мы получаем ссылку на то есть смотрите у вас есть списочек в нем есть ссылки на какие-то объекты например у нас world хранится в нескольких местах соответственно вот две ссылки на world здесь где-нибудь ссылка на first здесь еще что-нибудь когда вы делаете get от нуля вы получаете ссылку на world вы ее получили вы не можете с помощью нее поменять содержимое списка содержимое world что нельзя поменять потому что строчки в java не изменяемые но если бы строчка была изменяемым то вы бы могли поменять соответственно состояние этого объекта это нормально работало но по этой ссылке вы бы увидели разумеется то же самое состояние новое измененное то есть вы не можете поменять ссылку но если по ней доступен изменяемый объект то вы можете поменять состояние этого объекта есть такой вопрос правильно ли я понимаю что у нас нет никакой возможности через метод индексов найти промежуточный индекс нет нет но зато есть метод саблист который вам за от единицы делает вид на подсписок с этого пожитый индекс причем так же как во всех остальных местах и ты включается а житый не включается поэтому вы можете сделать саблист с необходимого вам места сделать в нем индексов и не забыть прибавить сдвиг не слишком удобно да ну потому что в любой книжке по алгоритмам вот для подобных структур данных приводит что у нас есть реализация на связанных списках и есть соответственно реализация на массивчиках на самом деле существует примерно полтора сценария корректного использования ары листа для этого нужно ходить по нему лист итератором и менять что-то в середине но они крайне крайне маргинальные почти и почти все из них могут быть переписаны по-человечески да то есть если я очень много раз удаляю элементы из середины массива то значит лучше приписать код чего будет с ним да безусловно потому что элемент из середины массива из линкедлиста вы будете скорее всего удалять дольше во всяком случае если он целиком не помещается в кэш потому что вы каждый раз будете по нему ходить по связанному списку и искать этот элемент по индексу нельзя быстро в середину линкедлиста попасть по индексу вот ну вот еще раз я же говорю все таки пара ну ладно полтора сценария корректного использования его все таки существуют но скорее всего вы с ними примерно никогда не столкнетесь во всяком случае например точно не в домашних заданиях спойлер еще вопросы так окей дальше перебор элементов можно использовать расширенный for each мы перебираем строчки s из strings ровно так же как мы делали с массивами и это работает вот при этом мы на самом деле знаем во что преобразуется соответствующий код для массивов там нам заводят переменную цикла и по ней ходят но такая реализация для списков будет неэффективной почему почему для списков если мы сделаем компилятор за нас перепишет вот смотрим когда у нас есть следующий синтаксис мы можем делать перебирать элементы в массиве там компилятор заводит нам переменную цикла гонит пока она меньше чем длина массива берет это элемент это банальная перезапись но если мы так сделаем для списков то мы довольно сильно проиграем если она не меняется то это вроде бы совершенно не страшно size что string да image да у нас get может долго работать ну и собственно говоря printl он для linked list работает не быстро вот поэтому такое преобразование с одной стороны оно ну типа формально корректно но с точки зрения производительности здесь все очень грустно и на самом деле происходит следующее нам создают так называемый итератор iterator iterator по строчкам вот что мы можем с ним сделать да традиционно его называют тоже i либо id мы его создаем с помощью вызова метода iterator дальше у него можно спросить а остались ли у нас еще элементы вот обычно пишут while it has next мы можем получить следующий элемент next значение значение какого типа возвращает метод next в итераторе ну да если это итератор по строчкам то это разумеется строчки и так далее system вот print print ну так давайте я здесь пустые строчки положим вот ну понятно что результат не меняется но вот этот код на он должен работать за линейное время вне зависимости от конкретной реализации списка а этот код как минимум вот мы знаем для списков для связанных списков будет работать за квадратичное время и собственно говоря вот этот синтаксис просто является банально синтаксическим сахаром для вот такой записи при этом запись с итератором является ну очевидно более громоздкой даже в том случае если ее как часто делают написать через for прям скажем весьма специфический for но тоже довольно идиоматический способ записи вот заметьте что мы здесь не переходим к следующему элементу потому что к следующему элементу не явно переходит next но это все равно более громоздко чем такой способ зато при необходимости он более гибкий мы например можем потреблять элементы парами то есть нам мы можем сделать что-нибудь вот в таком стиле и если мы точно знаем что там количество элементов читно то оно будет совершенно нормально работать то есть здесь мы сейчас ну да сейчас мы конкретно выведем подождите да первую пару после чего у нас случится no such element exception это то что вам бросает итератор если вы пытаетесь из него вызвать next и там элемента нет вот но если мы сюда добавим еще что-нибудь то отличнейшим образом отработает вот как то так то есть такие расширенные форы это на самом деле все таки никакой магии они преобразуются либо вот такие циклы для итераторов либо в индексированные циклы для массивов при желании вы можете реализовать интерфейс и терабл и сделать ваш собственный класс по которому можно будет итерироваться расширенным фором еще раз ну мы собственно вроде это обсуждали еще на первой лекции я там итерировался по массивчику и отличным образом работает еще вопросы а если мы хотим посмотреть элементы не хотим брать нет такой опции да и еще спецэффект итераторы в jive ведут себя немного не так как в c++ если итератор в c++ указывает на конкретный элемент то итератор в jive на самом деле находится между элементами вот и когда вы вызываете next он возвращает следующий элемент и продвигается на единичку окей есть ли вопросы по спискам нет хорошо тогда давайте еще посмотрим на да господи что можно звездочку так как у нас тут это называлось в прошлый раз сейчас я гляну о imbutable вектор у него был кортезиан отлично давайте мы себе заведем лист от immutable вектор вектор векторс вот и я создам новый список на массиве ладно давайте в таком порядке скажу неважно вот я здесь нагло срежу угол и не буду здесь указывать тип потому что java его сама может вывести то есть если у вас у объявления в явной форме уже указаны параметры типов то java может понять что ровно такие же параметры типов нужно подставить при создании при этом важно что угловые скобочки здесь все еще остаются вот но написать здесь immutable вектор тоже не будет ошибкой так теперь я напишу vectors add immutable вектор cortesian от там 1 2 10 20 давайте еще раз 1 2 и выведу его system out соответственно здесь будет vectors давайте посмотрим что у нас получится в целом видим что довольно нормально работает но здесь вывод некрасивых элементов почему потому что у нас вероятно не определен ту стринг может быть я его в прошлый раз определил только для immutable вектора окей давайте сделаем так же и для immutable вектора хуже не будет так это immutable вектор так окей вот пока все работает вполне ожидаемым образом вроде бы ничего интересного не происходит вот но если мы пытаемся сделать вектор с индексов то мы узнаем целых две вещи давайте собственно посмотрим вот он вернет минус 1 во-первых во-первых теперь мы знаем что возвращает индексов и на самом деле last индексов если элемент не найден в документации написано что он в этой ситуации возвращает минус единичку во-вторых возникает вопрос а почему не найден чем наш immutable вектор отличается от строчек да тут вопрос а как он должен то есть мы еще пытаемся найти вектор равный вектору 1 2 но как java должна понимать какие вектора мы считаем равными ну извините пока мы ей об этом не скажем нам ну вот java этого не знает для того чтобы об этом сказать нам нужно переопределить метод equals он ожидаемо возвращает буллин вот называется equals и менее ожидаемо принимает объект почему он здесь принимает объект а не immutable вектор допустим ну а вот зачем нам это может понадобиться ну ну наверное если ну это какая-то очень странная постановка извините вот на самом деле все гораздо проще а можем ли мы хранить вектора например в списке объектов можем ли мы сделать вот так ну да в принципе то же самое да оно должно прекраснейшим образом работать но теперь мы должны будем сравнивать вот то что нам передали с объектами и извините если нет то нет окей хорошо и возвращаем буллин удалось или нет также напоминаю что было бы неплохо помечать переопределяемые методы с помощью override чтобы компилятор проверил что мы не определили новый метод случайно с похожей сигнатурой ок дальше внутри нам нужно проверить а является ли этот вектор immutable вектором в противном случае у нас очевидно false для этого есть оператор instance of that instance of соответственно immutable вектор instance of нестандартная операция потому что левый аргумент у нее это ссылочный тип а правый аргумент это название типа окей если that это instance of а так нет извините вот здесь это obj да вот это у нас будет вот он в каком смысле перемен есть так называемые type токены вот можно написать точка класс и получить объект соответствующий типу immutable вектор но instance of вторым аргументом не принимает объект он принимает именно название типа окей значит мы можем immutable вектор that immutable вектор obj это безопасная операция почему при таком преобразовании типов проблем не будет мы только что проверили что так можно сделать то есть в целом на самом деле у инстанцов очень простое соглашение если а instance of b то это значит что переменной типа b можно безопасно присвоить значение типа а вот то есть правильно его показывать окей и теперь давайте вспомним а что мы вообще говоря ожидаем от равенства какие свойства отношения равенства нам требуется так о говорят транзитивность рефлексивность еще что-нибудь еще раз да симметричность окей вот нужно не забывать чтобы они проявлялись так ну когда мы считаем декартовые векторы равными еще раз равны какими у нас двумерные вектора окей у нас вероятно равны иксы get x равняется this ah z get x и вот так окей будет ли эта штука ну начнем с простого рефлексивной да вроде бы совершенно понятно что она рефлексивна вот если мы поставим один тот же объект то get x нам мы знаем что вернет одно и то же да пожалуйста а вот будет ли такая реализация симметричной ну действительно если для того чтобы нам здесь вернули трон мы должны слева и справа иметь симметричный вектор и если у них резинаты равны в этом направлении то обратном тоже и будет ли она трезитивной тоже да ну вроде бы все хорошо окей а если нам не дали неимметричный вектор turn false да мы не равны ничему другому звучит все совершенно разумно давайте скомпилируем и проверим что это работает смотрите отличным образом работает теперь он нашел копию нашего иммютабл вектора по индексу 0 вот но при внимательном рассмотрении какие я здесь сравниваю типа да я сравниваю даблы а даблы сравнивать на равно-равно не слишком хорошо что так какие будут предложения окей сравнивать с каким-то эпсилоном ну давайте я себе private static заведу дабл эпсилон 1к минус 9 допустим и начну сравнивать с эпсилонами масс abs от вот этого меньше эпсилона и ну из общего соображения от вот этого меньше эпсилона видит ли кто-нибудь какую-нибудь проблему да у нас оно будет рефлексивно симметрично но будет нетранзитивно почему потому что можно так подобрать разницу чтобы две суммы вышли да то есть если у нас будут три мы возьмем три числа такие что между этими у нас разница там допустим две трети эпсилона между этими две трети эпсилона то очевидно по нашему равенству эти равны эти равны эти не равны мы проиграли очень жаль если вы будете пользоваться нетранзитивным равенством ой так нет не так перечеркнуть если вы будете пользоваться в коллекциях нетранзитивным равенством то может произойти примерно все что угодно и к сожалению компилятор вас не поймает но он не знает семантику ваших данных и не знает что там происходит вот и если отношение рефлексивным и симметричным часто получается да если об этом не задумываться то транзитивность можно легко сломать о таких вещах стоит думать так а math apps от буля это я конечно отжег вот конкретно нашему коду сейчас на это на самом деле наплевать он продолжит правильно работать но если написать вроде бы альтернативный код то он может работать перестать ок так хорошо какие у нас еще бывают а если вопрос по равенству да получается что мы не должны доверять допустим ламбоку или сминивированию икос от идеи почему но они же не могут знать как это писать компиляторы не знают ну а в них в документации написано как они конкретно это делают то есть заметьте что пока мы сравниваем даблы на равно равно это транзитивно возможно это не то что мы хотели но вот как минимум оно точно транзитивно и в целом определить правильным образом равенство на вещественных числах ограниченной точности это не супер простая штука это к вопросу что если вам нужно определять равенство для вещественных чисел то подумайте как бы этого избежать иначе есть спецэффекта вот но если вы всегда сравниваете то есть с одним в каком-то смысле тем же объектом то у вас не будет проблем ок какие у нас еще бывают реализации списков бывают например еще неизменяемые списки прямо в интерфейсе лист есть метод off мы можем сделать неизменяемый список из трех векторов вот давайте проверим работает ли это а искать будем теперь для интереса десять двадцать десять двадцать так вот отличным образом работает что будет если мы попытаемся допустим добавить в этот список что-нибудь да нам очевидно не получится я же вроде бы анонсировал что он неизменяемый давайте добавим и посмотрим так вот еще один вектор попытаемся добавить вот мы видим от саппорта действительно неизменяемые списки не поддерживают операции которые их изменяют звучит вроде более чем разумно окей так же можно сделать неизменяемую копию какого-нибудь другого списка для этого есть метод copy of а я не могу отменить окей давайте напишу что-нибудь вот в таком стиле вверх ладно придется ручками нью что у меня был арелист не подумал так без всего я зато могу сделать теперь вот так у меня в списке есть копирующий конструктор от других списков что будет вот с таким кодом все будет действительно хорошо потому что теперь это изменяемый арелист то есть он внутри себя скопирует неизменяем сделать копию неизменяемого списка добавить все соответствующие элементы вот кстати для того чтобы добавить все соответствующие элементы заодно есть полезный метод ок хорошо и да е можно сделать неизменяемую копию а векторс давайте мы ее назовем с помощью копи офф лист копи офф от соответственно векторс ну в нее из общего соображения ничего добавить будет нельзя правда сразу же возникает вопрос а почему копи офф а не просто копия какой тип будет иметь ой не офф какой тип будет иметь лист офф от векторс да это будет список списков неизменяемых векторов причем ну тут нужно разбираться что из этого будет изменяемым и что из этого не будет изменяемым могу ли я добавить элемент в список векс нет потому что это не изменяемый список могу ли я добавить элементы в первый элемент списка векс могу потому что это ссылка и на изменяемый список ну и могу ли я поменять иммютабл вектор не могу потому что он сам по себе неизменяемый вот из того что у вас есть неизменяемый список не следует что неизменяемые объекты в нем все в java как всегда в этом месте вот вторым свойством неизменяемых списков в java является то что они не умеют хранить нулы в явной форме если вы попытаетесь туда добавить нул тем либо иным способом ну например просто написав вот так то вы получите нул pointer exception то же самое произойдет если вы попытаетесь с помощью copy of скопировать список в котором был нул при этом другие реализации нулы вполне могут позволять таковы array list и linked list то есть в java есть списки которым нормально хранить нулы есть списки которым в явной форме говорят что они не будут хранить нулы вот к ним относятся например неизменяемые списки есть еще забавная вещь есть arrays as list arrays as list вот он вам делает список из массива какие операции вы можете сделать на этом списке как по вашему мнению да вы не можете добавить элемент потому что нет операции изменить количество элементов в массиве нельзя удалить элемент зато его можно изменить тоже такая забавная довольно реализация вот тоже будет благополучившим образом работать так а ну это да можно посмотреть что это не работает on support operation а если мы здесь сделаем set допустим по индексу 1 то будет отличным образом работать ну правда после этого 1020 не найдется потому что мы его извините заменили вот и того на самом деле существует в том числе разумеется большое количество других реализаций до фейса списка как я уже сказал вот но основные которые вы будете использовать мы с вами обсудили есть ли вопросы по спискам да пожалуйста еще вопроса можно еще раз объяснить почему нам правильно писать отписание вот сфер в лист для того чтобы вы могли поменять конкретную реализацию на допустим более эффективную не меняя в остальном коде вот сейчас давайте мы напишем какой-нибудь метод concatenate public join он будет называться string join он будет принимать список строк strings и для быстрой конкретнации у нас есть на самом деле у нас есть метод в списке но уже давайте знакомимся заодно со string builder который позволяет вам быстро строить строчки за лотой длины пройдемся по строчкам for string соответственно s in strings sb append s при этом в отличие от обычных строк которые сразу же реализируют string builder он внутри имеет на самом деле массив символов и который реализирует только когда он закончился по аналогии с тем что вы делали с массивами в третьем домашнем задании и здесь будет return string builder to string вот понятно почему я здесь написал именно лист а не аре лист или какой-то другой тип да чтобы я мог передать туда совершенно любой список любая стандартную любая реализация джаловского списка поддерживают итераторы и соответственно я ее могу передать то есть писать здесь аре лист нужно только в том случае если вы используете какую-то очень важную особенность аре листа которого нет в других местах примечаний нет таких особенностей поэтому нет повода писать аре лист то есть в том что когда мы так пишем мы можем вызывать функции которые есть только у этого типа если это предок или интерфейса но они будут исполняться и будет храниться объект именно того типа который мы передадим да а рейсс лист она возвращает нам именно изменяемый список она возвращает частично в каком-то смысле изменяемый список то есть еще раз в него нельзя добавлять и удалять элементы но можно их заменять да то это зависит от какого типа вы его будете вызывать то есть если вы его вызовете с параметром у которого compile time тип аре лист то оно предпочтет разумеется аре лист если вы его вызовете у которого compile time лист то разумеется это будет лист если linked list то разумеется тоже будет лист и так далее чего вопроса да при этом важно что мы рассматриваем именно compile тип то есть тип времени компиляции а на тип во время исполнения в этом месте никто даже близко не смотрит нет нет он специально предназначен для того чтобы вы могли быстро построить строчку вот примечание есть класс string buffer с аналогичным интерфейсом не надо его использовать вот окей так есть еще вопросы пока нет хорошо следующее множество окей у нас будет множество давайте начнем со множества строк тип для множества называется set интерфейс так string окей strings равняется ну давайте допустим сделаем set of a b и c отгадайте set of это изменяемое или не изменяемое множество не изменяемое вполне ожидаемое system окей давайте проверим правда ли что в strings есть а да или нет есть д нет и по ним можно итерироваться strings с соответственно здесь мы хотим сделать да strings и вывести system print on а что нам выведется в этом цикле да нам выведутся вроде бы a b и c и давайте мы здесь выведем множество целиком strings и посмотрим на все это добро вот сейчас про порядок мы поговорим вот очевидно ответ на ваш вопрос нет так подождите причем совсем нет вот более того настолько нет что set of специально рандомизирует порядок своих элементов для того чтобы вы на это не полагались не все списки в джаве так делают например set of это делает специально потому что у элементов множества нет никакого внутреннего порядка как получится так и получится да асимптотика нет ну это зависит от реализации множество конкретно у set of с асимптотикой все сильно зависит от того сколько в нем элементов потому что у него разные реализации в зависимости от того сколько он элементов содержит например есть отдельная реализация для одного или двух элементов потому что так выгодно с точки зрения лояута памяти вопрос нет ок разумеется бывают изменяемые реализации например есть хешсет new хешсет от abc а нет от abc нельзя но можно допустим сетов разумеется у хешсета есть копирующий конструктор вот ну вот в хешсете они лежат в порядке abc и не рандомизируются но опять же это детали реализации вам никто не гарантирует что так будет вот мы теперь можем попытаться в него что-нибудь добавить все таки хешсет изменяемая вещь вполне ожидаема add d и теперь мы должны получить 2 true давайте проверим действительно получим а как по вашему что возвращает сам по себе вызов метода add в этом случае да он возвращает был ли реально добавлен элемент то есть для d мы первый раз получим true а второй раз мы получим false давайте проверим действительно все ровно так и происходит вполне ожидаемым образом то есть вот для списков в некотором смысле мы ожидаем что всегда можно добавить элемент а для множества мы понимаем что элемент можно добавить не всегда ок теперь давайте пройдем следующий эксперимент сделаем множество изменяемых векторов ой не изменяемых векторов извините вот буквально вот так так да наверное не стоит его называть strings что-то я много так control z можно погорячился в этом вопросе значит у меня будет множество не изменяемых векторов и мутабл векторс и это будет так векторс что и мутабл да и правда векторс это соответственно будет у меня set of вот это добро а по множественным числе это я конечно зря ок сколько элементов будет содержать это множество говорят 2 system out print векторс давайте посмотрим там все по ссылкам в комс разной ссылке у нас есть метод equals но не помогает возникает вопрос почему потому что на самом деле множество в джайве если написано обратное пользуются не только equals но и например как бы вы быстро реализовали хэш-сет этих самых векторов то есть у нас хэш-сет от множество вот этого вот всего добра так извините здесь я забыл угловые скобочки так прошу прощения спасибо угловые скобочки здесь забывать не стоит вот и хэш-сет должен посчитать как-то хэш-функцию возникает вопрос а как он ее должен считать ну в целом не очень понятно вот вы можете предоставить свою собственную функцию которая называется хэш-коуд public int хэш-коуд вот и которая зависит каким-то образом от вашего от того что у вас есть так this get x давайте я перепишу без эпсилона потому что а давайте я проще сделаю давайте я везде заменю double на integer ой не на integer а на int и забуду это как от an2 не забуду страшный сон никуда не уйдет жаль жаль ладно но я хочу чтобы оно было хотя бы транзитивным иначе говорить больше не то чтобы есть о чем окей давайте подумаем какие свойства мы хотим от хэш-кода да то есть если a equals b то из этого должно следовать что а хэш-коуд это b хэш-коуд так еще что-нибудь у разных разных хотелось бы но на самом деле не получится потому что различных антов чуть больше чем 4 миллиарда а нам никто не может помешать например завести 4 миллиарда различных векторов и у нас просто не наберется разных чиселок поэтому в обратное направление эта импликация не верна даже если хэш-коды у вас совпали это не значит что совпадут объекты но это с точки зрения equals но и того главное свойство что equals должен быть согласован ой не equals а хэш-код должен быть согласован с equals то есть если для равных объектов equals возвращает разные значения то стандартные коллекции будут работать неправильно вопрос нет тариф вероятно нужно еще примерно равномерно выдавать хэш-коды это влияет на производительность но не на корректность работы да то есть в целом было бы хорошо чтобы ваш хэш-код разбрасывал каким-нибудь ну вот как-нибудь хорошо размазывал значения но в целом не обязательно вот есть например такая циничная реализация она формально удовлетворяет согласованность мы можем проверить так ну вот мне сказали что я пытался добавить копию элемента нет set of мне такое не позволит но вот здесь все нормально более того я же сделал копию из хэш-сета я могу попытаться добавить system.out.printl так vectors add и опять тот же самый вектор 1.2 что мне этот add добавит он или нет не добавит вот вполне ожидаем то есть такая реализация хэш-код теоретически является корректной но у нее явные проблемы с производительностью то есть на самом деле наша хэш-табличка ну все зависит от внутренней реализации но типичная реализация выродится просто-напросто в линейный списочек по которому будут ходить и сравнивать хочется что-нибудь более продвинутого можно написать например дабл хэш-коуд не знаю gtx xor дабл хэш-коуд от gty вот на самом деле я все для такого хэш-кода я все еще могу легко найти объекты у которых ну вектора которые не будут равны но будут выдавать в них тот же хэш-код кто-нибудь может привезти пример ну если x и y конвертируется в одного нет так не будет работать что? да например 1,1,2,2 и в целом на любой вектор который у которого x и y равны потому что понятно хэш-коды их будут равны и xor нам выдаст нолик с другой стороны угадать какие-то другие вектора с равным хэш-кодом будет уже далеко не так тривиально что? 1,2,2,1 я не думаю что 1,2,2,1 а окей да еще же у нас перестановка аргументов ни на что не влияет ок поэтому часто делают полиномиальный хэш-код давайте домножим на какое-нибудь простое число и сложим теперь кажется угадать коллизию будет несколько сложнее прямо скажем ок в целом общее правило хорошего тона говорит что если вы переопределили equals то нужно не забыть переопределить хэш-код чтобы он был с ним согласован и наоборот если вы переопределяете хэш-код то вы должны переопределить equals то есть они всегда ходят парочками в противном случае вы не сможете безопасно использовать свои типы в стандартных коллекциях а так как в основном именно для этого вы переопределяете equals и хэш-код то будьте добры переопределить их одинаково и следить за тем чтобы хэш-код был согласован с equals если нет то могут быть самые занятные спецэффекты ок извините то есть сет проверяет одинаково си метод и по хэш-кодов и по хэш-кодов и по хэш-кодов да имеют право но мы сейчас говорим о конкретных реализациях то есть так поступает иммунабл сет так поступает хэш-сет вот при этом ни тот ни другой не гарантирует вам порядок элементов в целом например есть еще linked хэш-сет кажется где хэш-сеты и где связанные списки но это значит не то linked хэш-сет выдает элементы при итерации в том порядке в котором вы их добавляли то есть мы сначала добавили 1-2 потом 10-20 потом 100-200 и получили говорится то что получили а ну только вот а сейчас кстати почему да только вот 10 и 1 меняется местами а 100 и 200 нет о то есть почему первые два оказываются в произвольном порядке а третий всегда 100-200 что да у меня есть иммунабл сет который имеет право поменять элементы и как мы выяснили он это делает потом я их добавлю в каком-то неизвестном порядке в linked хэш-сет а в конце добавляю 100-200 всегда последний и поэтому из linked хэш-сет при итерации он будет появляться всегда на последнем месте вроде бы все вполне ожидаемым образом да разумеется если вы будете итерироваться либо через расширенный force двоеточие либо через обычные итераторы то вы увидите тот же самый ну сохранение того же самого порядка и того обычный хэш-сет порядок вообще никак не сохраняет не гарантирует и он может изменяться в процессе например если пришлось увеличить размер внутренней хэш таблички linked хэш-сет гарантирует порядок но чаще всего вам это незачем не нужно то порядок в котором вставлялись элементы так если вопросы по а по множеству да но 3 хэш-сета нет 3 хэш-сета нет есть отдельно 3 сет сейчас поговорим или нет сейчас так у нас еще еще 20 минут не очень много вот так об этом мы поговорили об этом мы поговорили да кажется стоит сейчас поговорить скорее о хэш-мап отображение это двупараметрическая конструкция интерфейс map часто называют ассоциативными массивами подобные вещи у нас например будут неизменяемые вектора индексированные строчками вот давайте назовем это vectors map неизменяемые в данном случае вот и здесь мы ну что давайте в a положим вектор 1 2 а там в b положим вектор 10 20 и проверим что-то как минимум компилируется и можно даже вывести что-нибудь system out print on vectors то есть в первом приближении на самом деле как обычные массивы только теперь у нас вместо индексов не целые числа а произвольные типы ок соответственно нам нужна операция индексация она называется get соответственно мы можем здесь написать vectors get от b и что получить? 10 20 да, получить 10 20 можно вызвать метод put например я в по индексу c положу вектор 100 200 что? а у нас immutable извините ладно new хэш-мап 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 как следует за его название используют хэши для ключей так ну вот в нем лежат три вектора а, b и c и по b мы достаем вектор 10 20 все вроде бы вполне работает ожидаемым образом окей значит при этом put можно сделать поверх уже существующего то есть если я здесь напишу b то каков у меня будет размер? количество векторов будет 2 вот перезаписал можно разумеется удалить отгадайте как называется метод remove и вызывается от ключа то есть в целом традиционно тип который первый тип называется ключом а второй тип называется типом значений и мы говорим что у нас вот есть отображение индексируемые ключами или ассоциативные массивы индексируемые ключами в данном случае у нас качество ключей выступает тип строчки есть соответственно put есть remove что еще для счастья надо? а есть get да да нет new map это не класс у него не бывает экземпляров да ну у него есть куча методов которые не реализованы потому что их должны реализовывать а map of это конкретный статический метод интерфейса ну конкретно вы не знаете какого конкретно типа он вам возвращает я вам секрет скажу то есть вы можете это спросить но полагаться на это нельзя system а вот что то вот давайте спросим в явной форме get класс ну вот это реализация immutable collection map m у вас все равно нет доступа к этому классу вам совершенно все равно что с ним происходит вы с ним ничего на самом деле сделать не можете просто это какая то не изменяемая реализация вашего интерфейса этого конкретного интерфейса причем сегодня она может быть какой то одной а завтра при выпуске новой версии java другой это совершенно нормально у вас с самого начала не было никаких гарантий по этому поводу вот так да тут я за счет копирующего конструктора делаю изменяемую так извините лишний слеш еще есть полезных вещей есть а да во первых что нам вернет get если там ничего нет например я здесь сделаю get от d что да я мог ожидать что какой то аналог я либо как написано в документации я получу null тут правда есть спецэффект на самом деле хешмапы умеют хранить null в качестве значений и более того даже в качестве ключей поэтому вот совсем просто узнать это там на самом деле лежал null или вам get вернул null потому что нет значения нет ну не получится желательно конечно просто никогда не хранить нулы и тогда вы точно знаете что произошло а во вторых есть метод get or default который применяет еще получает еще один аргумент что вернуть если ничего не было найдено давайте здесь я сделаю имиду был вектор от минус 1 и минус 2 так что выведет эта строчка да выйдет вектор минус 1 минус 2 давайте проверим ну вот действительно так вот при этом разумеется если я здесь сделаю get or default от b я получу тот вектор который там у нас уже лежит 100 200 ох при этом нужно понимать что get or default всегда вычисляет свой второй аргумент то есть если здесь у вас какое-то длительное вычисление то get or default вам не подойдет но если нет либо тут какое-то константное значение то отличнейшим образом можно пользоваться и при этом get or default вам да при этом get or default все еще может вернуть нул когда get or default вернет нул да когда в отображении на самом деле лежит нул тоже такие тонкие спецэффекты ок и того веселостивные массивчики индексируетесь одним типом получаете значение для другого типа причем для ключей должен быть определён equals и хэш-коуд а для значения и может быть все что угодно все равно их никто никогда между собой ни за чем не сравнивает и как мы ожидаем хэш-таблички работают за от размеров ну от времени вычисления и сравнения ваших ключиков если вы это умеете делать за от единицы то они работают амортизированно за от единицы если у вас разумная хэш-функция если не разумная хэш-функция то можно конечно проиграть вопросы по хэш-табличкам ну и просто по отображению да мы его обсудили и там писали что какого-то встроенного джавовского типа не в том смысле что примитивного в том смысле что он есть в стандартной библиотеке но доступа у вас к нему все равно нет вам не важно какой конкретно этот тип важно только что он умеет а что он умеет заранее известно еще вопросы? ну это значит что вам не это ожидаемое среднее время работы но для каждого конкретного значения вам никто этого не гарантирует допустим когда вы добавляете что-то в хэш-табличку она может переполниться и решить соответственно устроить внутри перехеширование которое займет линейное время но за счет того что это будет происходить достаточно редко то в сумме это все размажется и каждая из ваших операций будет стоить от единички в среднем еще вопросы? кстати на дисклетке вроде бы должны были уже это рассказать окей так хорошо а да что еще? итерация на самом деле в отображении лежат пары ключ значения и соответствующий тип называется map.entry и мы например можем эффективно проитерироваться по векторам с помощью for соответственно map.entry у нас пара строчка immutable вектор или вам не это писать извините вот entry vectors и здесь можем вывести то что нас интересует можем например вывести print print entry get value ой get key ну допустим двоеточие плюс entry get value оу нет что? о да здесь entry set не поспоришь вот то есть мы проходим по множеству пар вот а по а лежит это по б лежит это опять же в каком порядке нам все еще хештет разумеется не гарантирует так случайно получилось вот соответственно обходим мы это по ожидаемым причинам за линейное время заметьте что в зависимости от реализации если мы просто будем брать все возможные ключи и делать get то в зависимости от качества нашей хеш функции внутренней реализации отображения у нас может получиться время больше чем линейное а когда мы обходим через entry set все всегда линейное при желании разумеется вы можете отдельно обойти ключи для этого служит key set соответственно key а да какой тип у key set для нашего отображения из строчек в векторах да ну только не стрингом множество строк все-таки а один элемент будет иметь тип стринг конечно же ладно давайте я не буду его обходить я его выведу system где они а да вот у нас набор ключей вот у нас набор значений при этом все ключи у нас всегда различные поэтому это key set а что мы знаем про набор значений мы про него не знаем на самом деле вообще ничего вот что а какой откуда вы это знаете если не прочитали документацию это набор в данном случае immutable векторов а какой тип у этого набора ну документация к нам в помощь вот так вот у нас есть map здесь есть разумеется values нет можно мне а я не набрал values вот и видим что здесь collection мы же такого не обсуждали ну на самом деле с одной стороны да но с другой стороны реализация интерфейса collection являются уже знакомые нам интерфейсы set и list то есть это на самом деле общий интерфейс для коллекции содержащих элементов Java при этом он не гарантирует в отличие от списка никакого порядка своего элементов а в отличие от но что он чего не гарантирует да он не гарантирует уникальность элементов зато теоретически у него все еще можно что-нибудь добавлять что-нибудь удалять проверять на вхождение но скорость выполнения всех этих операций вам тоже никто не гарантирует то есть если вы не знаете какую конкретную collection у вас есть то вы не сможете ну вот его разумным образом изменять и кстати в связи с этим вот здесь например было бы очень неплохо написать collection мы знаем и за счет этого мы сможем сюда передать и списочек строк и мы можем сюда передать множество строчек и все что здесь требуется чтобы реализовал интерфейс iterable а collection реализует интерфейс iterable и метод получения итератора ну а при внимательном рассмотрении что у нас что сейчас поговорим вот что у нас еще есть например у нас есть еще очереди деки и кучка всего разного других полезных вещей про которые пока можно не задумываться что да в целом сюда можно передать сразу же и терабл тоже будет работать ауч и терабл терабл это то еще можно достать итератор ох дальше чем отличается linked хешмап от хешмап давайте подумаем если мы знаем чем отличается linked хешсет от хешсет да они у нас ключи будут упорядочены по времени вставки но вместе с ними за одно значение далее у нас есть внутренние упорядоченные коллекции например 3 set это множество основанное на сравнении элементов 3 map это отображение основанное на сравнении ключей ожидаемое время работы одиночных операций будет разумеется логарифм для того чтобы с ними хорошо работать им нужно передавать как элементы сравнивать о чем написано у них в документации почитать ладно 3 set давайте ну на самом деле от времени сравнения ключей ключи нужно сгенерировать или сравнить вот так ладно хорошо давайте внутри там все не супер просто при желании если вы знаете что такое естественный порядок и компараторы вы можете их создавать для своих собственных типов если нет то вы их можете использовать для встроенных типов и для встроенных типов они будут корректно работать вот для не встроенных ну по умолчанию типов значения в java ну нельзя просто так сравнить при желании вы можете реализовать интерфейс comparable и так далее но там все не настолько просто но для встроенных типов отличнейшим образом работает ок да и теперь про примитивные типы вот с примитивными типами все в java не супер клево в этом месте то есть утверждение номер один на данный во всяком случае момент вот так просто написать нельзя это некорректный тип в целом параметр типа может быть только ссылочным типом заодно это кстати значит что вот так написать можно потому что массив это ссылочный тип и массив примитивных типов это все еще ссылочный тип а делать списки ссылочных типов ну и вообще параметризовать ссылочными типами совершенно корректная штука вот тем не менее часто хочется сделать чтобы похоронить какой-то примитивный тип и для этого есть так называемые типы обертки тип обертка для инта называется integer а для остальных типов в основном она называется так же как соответствующий тип он просто начинается с большой буквы например дабл с большой буквы это тип обертка для дабл и так далее соответствующие типы определены в пакете java.lang и как следствие их не нужно импортировать вот вы можете объявить лист от интеджер и сделать что-нибудь в стиле int list of 1 2 3 и в целом это будет работать так сейчас а давайте во первых я его выведу с а вот print он от инс так ну вроде оно должно компилироваться нет vectors а у меня здесь комментарии не до конца закрыты извините вот посюда вот 1 2 и 3 но при этом в нем не будут храниться примитивные нты то есть если мы сделаем выведем int get от нуля get class то мы увидим что там хранится java.lang.in integer и если в большинстве реализации примитивные int это 32 битиков то java.lang.in это полноценная реализация класса и это дорогой объектик в частности стандартная реализация объектов java хранит как минимум два указателя плюс еще возможные значения выравнивания и все такое проще в результате тот же самый integer с большой буквы ну на самом деле зависит от битности вашей jvm и так далее занимает ну в самом оптимистичном случае 12 а скорее 16 байт а в пессимистичном случае 32 байта не бита поэтому вот конструкция лист интеджеров это вот такая весьма весьма сомнительная конструкция с точки зрения количества памяти она просто потребляет примерно в 8-10 раз больше памяти чем массив примитивных int с другой стороны например вот такая конструкция она особо ничем не плоха почему потому что у нас здесь строчки вот в любом случае строчки явно не меньше размером чем integer в них хранятся какие-то значения и так далее ну да если мы здесь сделаем примитивную какую-то реализацию в смысле основанную на примитивных типах ну мы выиграем в лучшем случае в два раза а скорее всего еще меньше и ну вот полтора-два раза но того уже наверное не стоит но когда разница все-таки в 10 раз это бывает весьма и весьма существенно вот дальше понятно что над такими значениями непосредственно нельзя проводить вычисления то есть если я напишу integer а равняется 3 integer b равняется 4 и после чего я смогу написать integer c равняется а плюс b вывести сколько я ожидаю получить да я ожидаю получить 7 вот с одной стороны это правда с другой стороны на самом деле что здесь происходит мне преобразуют этот integer этот int в integer для этого вызовут метод integer value of и этот преобразуют тоже с помощью вызова integer value of далее складывать ссылки нельзя поэтому сначала их нужно преобразовать в примитивные винты здесь компилятор ставить вызов метода int value здесь компилятор ставит вызов еще одного метода int value все получится в итоге примитивный int и чтобы из него сделать обертку да здесь будет добавлен еще integer value of и тут начинают закрадываться некоторые соображения что по понятным причинам использовать обертки в тех местах где можно обойтись примитивными типами всегда нужно предварительно подумать в любом случае объявлять просто переменную тип обертка почти никогда не нужно кроме случая если вы в нее явным образом хотите записать null такое бывает кстати да разумеется вот этот вызов теперь может привести к null pointer exception ну int это ссылочный тип в ссылочном типе может лежать null если вызов на нуле метод вы получите ожидаемым образом null pointer exception вот иногда это ровно то что вам надо но чаще всего нет вот операция по преобразованию примитивного типа в ссылочный называется оборачивание либо по-английски boxing слово box и операция преобразования в обратном направлении разворачивание либо соответственно unboxing unboxing а вся эта история в сумме называется что компилятор java умеет вставлять такие преобразования там где надо если он видит значение примитивного типа он может из него породить значение соответствующего типа обертки автоматически либо соответственно он может из обертки достать примитивное значение если ему это потребуется вот у типов оберток есть еще спецэффекты их нельзя сравнивать на равно-равно в смысле сравнивать то конечно можно но они могут быть не равны то есть вот это два разных экземпляра интегера они не равны вот можно сделать integer value of как делает компилятор компилятор и получить что о это теперь одинаковые значения наверное компилятор это делать не зря но с другой стороны если мы здесь напишем 300 то они опять перестанут быть равны ну потому что текущая реализация value of кэширует значения которые влезают в знаковый байт да пожалуйста вот и того в целом типы обертки сравнивать на равно-равно можно но вы получите неожиданное поведение а как их сравнить если вы хотите сравнить значение ну либо equals либо можно просто вызвать int value второе вероятно будет чуть быстрее но equals тоже сойдет вот если вы делаете коллекцию в которой содержатся типы обертки и начинаете там что-то делать равно-равно то вы проиграли но с другой стороны все в стандартной библиотеке нормально работает потому что все типы обертки реализуют equals и хэш код ожидаемым способом то есть равные значения равны неравные значения не равны куда уж без этого вопросов можно что конечно это обычный ссылочный тип нет нет да вот в project valhalla нам обещают завести примитивную специализацию после чего все стандартные типы ну вот заработают ожидаемым образом в частности будет валидно делать аррелист примитивных хантов и это будет работать с ожидаемое время project valhalla пилят уже лет десять но когда-то счастье наступит да да конечно в какой-то момент точно обсудим а пока давайте обсудим домашнее задание ээээ вот статистика слов плюс плюс в начале все вполне ожидаемо и все вы это уже видели эээ всякие дефисы и вот это все эээ вот слова и все такое прочее разница только в том что вы выводите раньше вы выводили эээ соответственно сколько раз слов встречается теперь вам нужно будет выводить где оно встречается простенькое то есть вот слово to теперь не просто встречается три раза, а вот оно сейчас оно теперь встречается два раза на первой позиции и на пятой позиции так мы любим своих пользователей, то мы в выводе нумеруем позиции с единиц и так для всех слов, которые у нас есть вот для эффективного использования памяти вам нужно реализовать класс int-list ту самую, саморасширяющуюся обертку для примитивных int-ов пока вальхала нет, будем делать руками вот, вопросы по домашнему заданию господа, чуть потише, пожалуйста, что? вы рассказывали про метод соблист на лекции насколько будет оптимальна я не понимаю, как его здесь можно применить я с удовольствием посмотрю что вы сделаете со мной хорошо спасибо спасибо Продолжение следует...